Какая относится к биткоинам? Какая технология? Сникли на замену валютам? Ну какая же это замена валютам? Ну сейчас же все... Нет, понимаете, ну это как фейсбук, замена книжки Толстого, например, да, или... Не знаю, биткоин это некоторое, это красивое, интересное новшество, да, которое позволяет создать некоторое промежуточное звено, позволяет сшивать некоторые разные транзакции и направления, но у биткоина нет очень важного свойства валюты. По обязательствам в биткоинах никто не отвечает в конечном итоге. Нет вот такого места, которое называется, скажем, федеральная резервная система. По обязательствам в рублях тоже никто не отвечает, видите, что происходит, да. И то кто-то отвечает все-таки, да, по обязательствам в рублях. А если по обязательствам не отвечает никто, то это будет как в Зимбабве. Биткоин, вообще если посмотреть на график его стоимости, я в свое время задался целью найти, на что биткоин похож. Но я, поскольку я экономист, то я изучаю, я делаю спектральный анализ, да, а не визуальный. Поэтому я смотрю не на вот, не на монетки, а на графики. Так вот, график стоимости биткоина, и после очень долгих мучений я нашел, на что он похож. Один в один. Он похож на график стоимости художественных работ, раскручиваемого молодого или неизвестного художника. Что делает дилер, арт-дилер вообще? Как работает арт-дилер? Арт-дилер ездит по кафе на Монмарте. И зорким глазом ищет стареющих женщин, которые продолжают модно одеваться. На ходяях он начинает с ними беседовать. И там на сотый раз выясняют, что эта дама, она внучка белого офицера, который бежал из России после гражданской войны. И, кстати, рисовал пейзажи русские в эмиграции от ностальгии. И, кстати, у нее, да, у нее на чердаке в латинском квартале там пять сотен его рисунков, и как раз у нее плохо с деньгами. И вообще говоря, за там 10 тысяч евро она готова все эти пять сотен рисунков продать. И дальше этот арт-дилер все это берет и организует выставку великого неизвестного русского художника, какого-нибудь там поручика Трищинского, который героически, мученически сражался за свободу великой России в свое время. И вот как раз. Значит, и дальше там есть свой цикл раскрутки этого дела, там выставка, там выставка. Здесь продажи, каталоги, там неизвестный меценат из Америки, скупающий почти всю коллекцию, да, там и так далее. Эта цена, она вот так, она себя примерно ведет, и вот уже там один рисунок стоит там 50 тысяч евро. И потом, а потом, значит, он находит новую такую женщину, и этот поручик постепенно начинает там умирать на рынке, вплоть до какого-то уровня, который ему соответствует. То есть, ну, не знаю, там 150 евро за рисунок. Вот биткоин очень удивительно себя, удивительно похуже себя на рынке ведет, на этого поручика, и, наверное, ровно по тому же, почему и поручик. Потому что нет никакой стоимости, intrinsic value нет, а есть мода, раскрутка, и в конечном итоге он должен прийти к своей цене, цене там условного эквивалента в части транзакции. А как технология у биткоинга все-таки… Технология отличная, у нее огромное применение, очень широкое. Ну, нет, понятно, что там есть какой-то кост, но и кост у банкноты тоже есть, когда вы ее печатаете. А эта технология на самом деле, это технология генерации доверия. А технология генерации доверия может быть применяема абсолютно в других местах, совершенно в других местах. То есть, вот система биткоина может быть применяема, например, в реестрах контрактов на куплю-продажу недвижимости. И вот там она фантастически снижает косты для сделок. И вот когда эти вещи начнут работать, да, вот этот вот там биткоин действительно даст абсолютно новому рынку развитие. Этот рынок будет, наверное, тотальным, там, огромным. Он очень сильно изменит экономику, сделает более эффективно, потому что распределенная система генерации доверия, они, конечно, новые и они нужны. Но не как валюта. Продолжение следует...